Добро пожаловать на серию видеороликов по платформе новой ATT. Меня зовут Юрий Эпштейн и хочу вам сегодня показать, как мы можем открыть ордер, прямо используя Market Grid, функцию Order Ticket. Итак, мы вошли в платформу через сайт Trade.TT и из выпадающего меню «Bidgets» мы давайте откроем Market Grid. Можем ее чуть-чуть увеличить. Давайте введем какой-нибудь инструмент, нажав на «Bid». Давайте выберем евро. Сентябрьский контракт. Мы видим котировки сентябрьского контракта по евровалюте «Bid» и «Ask». Со стороны покупки у нас сейчас котировка. Чтобы открыть конкретно ордер, нажмем правой кнопкой мыши, автоматически уже появляется «Order Ticket». Здесь все довольно просто. Мы видим, сколько контрактов по этой цене проторговано. Со стороны продажи «Sell», со стороны покупки «Buy». «Buy» — покупка синего цвета, «Sell» — красная. Здесь указано, сколько контрактов мы хотим выставить. Если мы на что-то случайно нажали, можем нажать «Clear». Что очень интересно, давайте нажмем на 5 и на 1 — это «Прибавить». То есть если мы сейчас нажмем на 10, то уже выйдет 16. На 500 — не получится, потому что здесь максимальное количество на демо — это как раз 500. Чтобы это обнулить, можем нажать «Clear». Если вы торгуете с реального счета и данный объем у вас не проходит со стороны брокера, даже если это менее 500 контрактов, сообщите нам, что брокер в определенных случаях в зависимости от вашего депозита может снять конкретное ограничение на выставление энного количества сделок с реального счета. Здесь мы можем изменить текущую цену, по которой мы хотим той или иной ордер выставить. И еще раз хочу показать, что функция «Stage» — это с демо счета недоступно. С реального счета нам как раз платформа говорит, что многоуровневые ордера отключены от демо счета, поэтому мы не можем это выставить. Мы видим здесь, что у нас демо-режим, и котировки, соответственно, задержаны на 10 минут в данном случае. Если мы смотрим здесь, мы можем выставить рыночный ордер. Здесь мы смотрим, какие ордера. Давайте это в следующем видеоролике вам опишем. Давайте выставим один лот. Мы хотим открыть. Мы можем продать. Извиняюсь, купить я нажал с левой стороны. Итак, у нас стоит один ордер сейчас. Мы только что выставили одну заявку, чтобы что-либо изменить. Мы можем нажать опять правой кнопкой, можем посмотреть, что у нас здесь происходит. Опять же, можно закрыть по любой другой цене и так далее. То есть, можем выставить в том числе и отложенный ордер, если не по рыночной цене, и ждать его исполнения. Опять же, это через эти функции, которые мы сейчас опишем в следующем видеоролике. С вами был Юрий Эпштейн, компания AMP Global Clearing. Я показал вам, как использовать функцию Order Ticket в POV. Благодарю за внимание и до свидания.